321 поехали всем привет воскресный традиционный стрим говорим обо всем подряд что там произошло за неделю ждем когда свежется народ за политикой сразу я вам скажу не следил кроме того что мне подписчики какие-то подбрасывают какие-то новости но которые уж сильно вопиющий типа про зайца привет комсомольску на море ребята себя кого-то вдруг не вижу пропускаю я прошу прощения просто у меня мелковато на экране х нас опозданием немножко тольятти привет только что вспоминали с тольятти с петром мартыненко я вспомнил восемнадцатом году катя выступала на силовом экстриме там два из наших очень сильных стронго травмировались мартыненко и савин по моему если не ошибаюсь и потом столько разборов столько было привет одинцову скандалов по этому поводу обид я так понимаю эти обиды до сих пор продолжаются и привет наталья и вот он выплеснул сейчас в какой-то трэш-токен как они сами признались это в силовом экстриме значит интересно своеобразно я вчера ролик записал уже не буду ладно кому интересно те посмотрят хотя конечно аудитория немножко другая не силового экстрима но это понятно во первых силовой экстрим у нас не такой многолюдный как допустим пауэрлифтинг там же лежа и прочее но во вторых он не особо у нас развиты как там все все тяжело развивается андрей привет мнение по впф связи с последними событиями спасибо кирилл это как раз это играла одна из вот таких тоже скандальчиков небольших мнение как бы я же там озвучил я очень далек от этой федерации я честно говоря даже с трудом то расшифрую на что-то увол пауэрлифтинг федерейшн наверно в пф ну историю я знаю это был юрий соловьев который был представителем по московской области в пц потом там скандалы у них произошли он оттуда ушел его там обвиняли во всех смертных грехах но я не поверил почему потому что ну типа он там какие-то деньги забрал не дал устина устина один из самых-самых непорядочных спортивных функционеров поэтому ну соответственно я тогда его поддержал я даже взял интервью правда по телефону он так не дает интервью чуть ли не сказал что-то единственное а то что сейчас произошло но я видите кирилл видишь я только одну же сторону слышу вот только тех кто у кого-то что-то накопилось но это нормально когда хотя может быть это и ненормально когда альтернативная федерация это когда чиновничьи спортивные вот этот всевозможный минспорт тогда да спортсмены не имеет не имеют возможности все это высказать глаза сказать здесь все спортсмены и как бы мне все время непонятно почему запускается до такой степени с другой стороны наши функционеры начинают там как-то себя уже вести не совсем красиво так что-то там нагрубил тебя взяли вышивнули как вчера у дмитрий канонец писал я что-то там поработал там с оппонентом из другой федерации и меня заблокировали выкинули нафиг вот это сейчас как бы распространено у соловьева я думаю то же самое сейчас уже есть слава богу в СПР и в РПФ и в НАПЕ этого нет я надеюсь вроде мы стараемся все конфликты мирным путем разрешить и как бы не блокировать хотя бывают там какие-нибудь там ну то есть абсолютные идиоты как там шаталин без там преувеличения ну просто больной человек ну его там дисквалифицируют за какие-то там поступки не красящие спортсмена спасибо коми республика привет коми так что насчет WPF я даже ничего не скажу это ваши там какие-то давай будем честно федерация не настолько такая прям вот крупная турниров там не настолько много и вы там в своей каши варитесь и там соответственно что-то делите мне единственное что было удивительно что почему сейчас предмет раздора стала ВАББА про которую я забыл уже ну то есть это любительская ассоциация бодибилдинга я даже не знаю кто ее возглавляет сейчас и вот они там что-то кто-то кому-то там продал какую-то часть чего-то не знаю и сейчас они все это не могут никак поделить но честно говоря не очень интересно вот в село в экстриме гораздо интересней там приветного кузнецкого там вот девочка какая-то прям девочка девочка которую взяли когда-то переводчицей вот она ездила там в эмираты с Марковым и Зайцевой из Грищенко помогала там переводить и вот она сейчас вот она обзавелась связями говорит у меня связи у меня контакты два года она два года она уже этим занимается и тут она бац уже оказывается региональный представитель по красноярскому краю по силовому экстриму ну я так понимаю сильнейшей нации и она решила какой-то переворот я говорю это Остап Бендер в юбке она взяла в телеграм-канале ну это как она говорит я креативщица она сама признается вот она решила всех сбодрить взяла в телеграм-канале открыла группу какую-то собрала там силового экстрима спортсменов и говорят а давайте перевыборы проведем вот у нас Василий Николаевич Гриченко в федерации силовой экстримы России он вот не переизбирался а давайте нахрен его переизберем и прям они все ломанулись мне так меня так умиляют здоровые мужики видимо как-то все это когда много силовыми нагрузками занимаешься все равно как-то это все-таки отображается где-то в других местах если где-то прибавляется то где-то убавляется ну как можно на это бред было повестись зарегистрирована в министерстве спорта федерация которую сам же Гриченко и зарегистрировал и так давайте его переизберем даже не будучи членом этой членами этой федерации берется список со всех известных спортсменов стронгов в городе в стране со всех никто у них не спрашивает ты не хочешь вообще председателем быть ну как бы просто берут их фамилии без их спроса вставляют туда делают выборы выходят там три человека выигрывает там один на втором месте с огромным отрывом второй и на третьем с вообще с каким-то катастрофическим а третий причем третий это Миша Шевляков который реально вот единственный кто достоин то все это потому что ну единственный который для спорта огромное что-то делает дело у него 39 у Максима Дворецкого на втором месте который там федерацию стронгменов другую федерацию который возглавлял у него значит там 220 и первое место Вячеслав Максютов у которого 500 с чем-то ну я не буду пересказать я говорю это ну и в общем Вячеслав говорит да нет да все классно спасибо но я свои отдаю свои голоса вот этих бабушек которые про меня проголосовали за меня я отдаю их Максиму Дворецку пускай пускай он станет председателем другой федерации я даже рассказываю не смешно ну в общем ребята развлекаются как могут ну главное я думаю что цель достигнута они шум подняли они привлекли внимание но при этом все это делается под слоганом нам надоел срач блять самая умилительная креативщица вот эта девочка Ксения это самая умилительная она говорит просто нам надоел срач поэтому мы сейчас давай еще один срач устроим пересрем всех кто тут еще остался привет Крым прокомментировать визит Путина в Белоруссию Алексей мне кажется это настолько скучно это настолько не интересно ты по-моему там где-то у меня спрашивал еще вопросы не смотрел по поводу увидим ли мы Путина я не знаю ты спросил нет увидим ли мы я так понял Урфина Джуса написал ну я уже перевожу потому что это как бы я его так назвал деревянные солдаты Урфина Джуса какой-то ролик там рекламный был вот на днях я выставлял я написал о деревянных солдатах дуболомов деревянных которые просто козыряют и идут убивать тех кого им скажут вот это из той же серии как бы увидим ли мы вопрос был увидим ли Путина в Гааге я мое мнение нет причем я прямо убежден в этом даже если бы какие-нибудь букмекерские ставки были я бы даже поставил не увидим мало того мало того что он умрет я думаю своей счастливой смертью не знаю когда конечно желательно бы чтобы не сильно затягивал с этим делом но еще и вот если отмотать чуть назад у нас отец народов великий Сталин умер в 53 году а я вот историю уже забыл честно говоря но там прошло меньше 10 лет прям сильно меньше когда собрали там 20 съезд и культ личности объявили и все полностью переименовали обратно все города пароходы фабрики заводы забыли все вымарали отовсюду все Сталина у нас нет это черное пятно в нашей истории прошло еще буквально там лет 10 наверное и я уже помню когда потихонечку опять начали Сталин 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 у нас на машинах дальнобойщики все ставили барельефы Сталина на счастье хер знает как иконочки знаете только что не крестились и сейчас с придыханием поэтому там да там был вопрос зачем сейчас я чтобы не быть голословным как же как же как же а нет вопрос был как считаете на урфин джуз дотягивает до личности Сталина Гитлера Мау ну как бы Сталин Гитлер это еще ладно такие отрицательные герои Мау я думаю что я бы не ставил в один ряд с ним ставить а чтобы дотянуть до Сталина и Гитлера нужно атомной бомбой кинуть тогда прям 100% я даже не сомневаюсь он станет в один ряд с кровавыми диктаторами Сочи привет завидую вам я думаю что у вас наверное тепло хотя у нас тоже сегодня тепло вчера я был в бане это была самая теплая баня за последние даже не знаю сколько лет там было может драться в семь хотя тапки прям прилипали ко льду когда в прорубь ныряли у нас баня на берегу Урала и корпоративчик был такой классный прям мне очень понравился такой получил колоссальное удовольствие Новокузнецку передавал да привет Добрый вечер так Сочи да все спасибо за честность и правду Привет Орску Привет Орску В Татарстане теперь будет не глава а Раис что думаете о таком символическом сопротивлении А почему сопротивлении Мне кажется он же был президентом они решили его переименовать насколько я слышал Какая разница от переменами слагаемых сумма не меняется У нас вообще очень замечательно наглядно прям получилось с Нурсултаном Назарбаевым Прям мне очень понравилось То есть одно дело когда этот Бункер Кинг сдохнет и все его переименуют и ему уже будут плевать А другое дело когда вот на твоих глазах такой же точно не диктатор даже который реально создал эту республику Который очень много сделал для него Но с культом личности чуть-чуть перегнул когда при его жизни взяли переименовали столицу Сейчас столицу переименуйте Вована допустим и все А тут прям при его жизни он еще живой и Бункер Кинг живой и тот еще живой Нурсултан Назарбаев Взяли обратно в Астану нахрен переименовали Вообще здорово мне это очень понравилось Я прям кайфанул думаю ну вот сука посмотри Сколько времени понадобится чтобы все нахрен раскрутить обратно и тебя повычеркивать отовсюду А насчет символического сопротивления я честно говоря как-то упустил этот момент Я не подумал что это демарш какой-то Я даже не стал слушать я когда услышал краем ухо что они там собираются Какая разница как его назвать Желательно чтобы не затягивал Максим привет Андрей давай еще про стронг Максим я понимаю что это ваша тема это ваша болячка Ну там кстати вот ты можешь пропустил сейчас Петр Мартыненко с утра опять написал ну и чо на чем остановились И мы вот до самого стрима я даже к нему толком там не прочитал вопросы даже Я переписывался с ним где-то здесь у меня на стене под моим видео вот этим Ну это вам интересно ты пойми Но проблема что я вот сейчас только что с Денисом Кьюциным в личке переписывался Я сказал что толку то от этого не будет от всех этих перемещений А нет это я наверное Петру писал все таки Я просто на нескольких местах пишу потом забываю где там чо уже кому писал Просто мне кажется что от этого шума не прибавится Ни популярности Ни интереса какого-то к этому спорту И дело не в том что вы там не интересны Или как-то вы неправильно развиваете Я говорил на эту тему неоднократно Максим Пока вы не найдете спонсоров Вы нахер никому не будете нужны Вот ну нахер Вот согласись ты мне писал Максим Что вот вы там Вот вы провели столько-столько там турниров Такие-такие вот у вас было столько-столько А че толку у вас были бесплатные турниры Вот допустим Катя кстати очень хотела Зайцева попасть на ваш турнир Хотя она понимала что там не с кем бороться Там любители все прочее Но она вот очень хотела бороться Но и дело там не в деньгах Во-первых не факт чтобы ее пустили Потому что у вас там тоже как-то все это специфично А вот ты там дружишь с этим Тогда ты не пойдешь ко мне Но при этом вы как бы козыряете Что мы все за спорт Вы все за спорт Но вы все друг против друга И вы все друг другу мешаете И толкаетесь локтями А вот Ксения сколько меня не убеждала Вчера весь день Какой смысл сейчас в этих докапываниях до Василия Грищенко Вот какой смысл У тебя есть своя федерация Я так понял вчера что у тебя ее нет Ты предоставил Ты объединился с сильнейшей нацией Для меня это как бы сюрприз был Но я не особо слежу за силовым экстримом А зачем тебе сейчас другая федерация Ты был председателем Президентом федерации стронгменов России Ты там кому-то отдал Я так понял образы правления Кого-то другого посадил Теперь ты хочешь стать Председателем Президентом федерации силового экстрима Для чего? Там что деньги какие-то дают Или у тебя появятся новые спонсоры Да ничего не появится Все то же самое Все Вася при всех его негативных качествах Которых у нее огромное количество Он-то находит эти деньги Ни на один турнир Катя не съездила за свой счет Он постоянно оплачивает ей эти поездки Вот сейчас бы ты даже пригласил Ты же не нашел бы денег И призовы их у вас там не было А у вас и есть какие-никакие Я сейчас не топлю за Василия Николаевича Как бы я не его фанат Но он хоть что-то у вас там делает Другие то и этого не делают От того что ты сядешь в его кресло Ничего не прибавится Ну и потом надо быть еще честным Очень многое зависит от голоса Миши Кокляева А Миша Кокляев на той стороне И я думаю что с его подачи Все там разруливается И вопросы решаются И спонсоры в том числе находятся На различных уровнях Высоких, низких У вас такой возможности не будет И не факт что вы с Мишей там подружитесь И найдете общий Это просто мой взгляд со стороны Я попрошу относиться к этому как бы снисходительно Потому что я периодически иногда просто бросаю взгляд и смотрю У меня в пауэрлифтинге там вот есть И без этого там полно интерес Вот вчера Когда позавчера этот Николай Спиридонов выпустил Владимира Кравцова интервью Так это же бомба для меня Это ж сколько лет мы там пинались И толкались с дядей Вовой с этим И сколько раз Сколько я его там Ну он сам меня во враги записал Просто потому что стал бороться с экипировкой Не бороться даже, а стал ее обсирать А для меня это самая болезненная тема Ну и я в результате начал его И его, и заодно и бадюка зацепил там И касата, и всех на свете И сколько лет мы там боролись Пока мир не заключили Где-то в каком-то по-моему в десятом году Когда я организовал ИПА в России Который вот потом в нам переименовали И как бы уже там на несколько фронтов было тяжело бороться И поэтому мы заключили мир Прям договорились Без каких-либо нападок И сейчас, ну сейчас бороться не с кем Дядя Вова сидит у себя в Саратове Особо не отсвечивает Ну и то Что-то он написал, меня бомбануло Что он там написал Он написал, что пауэрлифтинг Это индивидуальный вид спорта Ну блин, для меня это такой бред Как человек может Который занимался этим спортом всю жизнь Называть пауэрлифтинг Особенно там, допустим Экипировочным Индивидуальным Внутреннюю там сторону Чуть-чуть Не сильно, но чуть-чуть знаю Я понимаю, что это все Обиженная девушка пишет Вот ее там обидели Я даже согласен с ней Что он там, Василий Николаевич некрасиво поступил Взял какой-то ее там сайт Перекопировал его Ну у него тоже, я уверен Я уверен, с ним не разговаривал на эту тему Я уверен, есть свои объяснения Потому что сначала Ксения работала на Василия Николаевича А потом взяла Что-то там на что-то обиделась Или я уж не знаю, что Или он ей там не заплатил что-то Может пообещал не сделал Как он это умеет делать И ушла К соперникам практически Противоборствующую группировку Сильнейшую нацию И стала развивать Да еще так вот Энергично, как вот сейчас С этими перевыборами Но это обиженная девушка-женщина Это как бы Мужики-то что туда поперлись Им-то что там делать? Зачем? Для чего? В какие-то интриги там влазить? В голосовалки какие-то смешные Ну блин, у вас что, совсем с интеллектом плохо? Ну какие могут быть голосовалки Если он официально В министерстве спорта В федерации зарегистрирован Каким образом вы Даже не будучи членами федерации Вы собрались Избирать, перевыбирать? Что с рекордом В весовой категории до 100 В классическом жиме? А что, Андрей, с рекордом В классическом жиме? Не знаю Смотря В какой федерации, наверное Еще Андрей Магедников В январе или феврале Когда будет вторая волна мобилизации Ваш прогноз Для чего подняли возраст Призывной 21-30 Ой Слушай, как-то я упустил Хотя тогда я слушал И даже проанализировал И даже слышал объяснение Зачем это было сделано Ну, подняли Я думаю, что Это более понятно Потому что То есть по возрасту уже Их практически сразу Можно будет Отправлять Туда В СВО На СВО А Почему подняли? Что-то мне Тяжело сейчас переключиться Я сейчас даже не сооружу А когда будет вторая волна Вот мне практика подсказывает Что всегда Когда ждут Это не наступает Почему-то Вот у нас сколько было разговоров О том, что вот сейчас Сейчас подожди И все И как попрет И сейчас миллион И два И три И пять Да Как бы Я вообще считаю Что им и не нужно было особо Вот этим заниматься Но это чисто по-русски Взять и настроить Против себя Абсолютно всех Вот это 21 сентября Они бы и так Запросто могли У нас идиотов Такое огромное количество Вы же видели Я вот ролик выставлял Для чего Зачем нужно идти Вот ты работаешь Копейки зарабатываешь У тебя лично На почте Десять тысяч Получаешь У тебя в России Рабочий Работает На почте России Получает десять тысяч Зарплату Это показывает Как бы это ролик Мотивирующий Поход на Не войну Вот у тебя есть Свое хозяйство Свой двор Куры там Яйца ты носишь Продавать Молоко Там доешь С козы Там Сено косишь Ну у тебя Прям вот У тебя есть свое хозяйство И ты не можешь Прокормить семью Вот у тебя Разваленная машина Которую ты задолбался Ремонтировать Что нужно делать Иди убивать Иди на не войну И у тебя будет все хорошо Вот это наши реалии Наша жизнь И причем это так и есть Вообще не преувеличено ничего Как только это прошло Я не понял Я почему этот ролик И выставил Что я был уверен Что это антивоенный Какой-то ролик Оказывается это Мотивирующий Карма существует Бывший националист Рогозин ранит пятую точку Да брось ты какая карма О чем ты говоришь Если бы карма существовала Блин Какой позвоночник На хрен Его бы жопу уже оторвало полностью И все конечности Нет Просто у него совсем не было мозгов В Донецке Находился несколько месяцев И жил эти несколько месяцев В одной и той же гостинице Там эти Моторолы Гиви Все эти Этот Премьер Которые грохнули Да они перемещались Там с охраной Постоянно прятались Постоянно Грохнуть Да и я думаю Что там Насчет В позвоночнике Я думаю Что там больше Додумано Придумано Я уверен Что он появится Ну может конечно Для приличия покатается В инвалидном кресле А потом появится Повесит себе герой Звезду героя Я ранен В боях Как там этот Собачье сердце Я ранен На колчаковских фронтах Шариков Вот я думаю С той же серии Что-то будет Нормаковедова создала Как бы Катю Сайтика Рвет все вроде Почему-то недооцененные Да нет, нормально все Все дооцененное Просто спорт такой Максим Дворецкий А к тому, что транслирует Я отношусь нормально Турниров со спонсорами и призовыми Были множество Если нужно, могу присылать А так на сайте все есть Ну здорово, я же ничего не говорю Максим, я же и в личку тебе писал Я не подозреваю, что ты Мало что-то делаешь Для спорта Я просто не понимаю, для чего Вам нужно Да еще в таком как-то глупом тандеме Вот этим заниматься Ну ладно, Петр как бы Признал, и Ксения признала Что это просто был треш-токинг Но ты-то в этом треш-токинге Я не знаю, участвовал Ты понимал, что это треш-токинг Когда предлагал свою кандидатуру На пост президента Федерации силового экстрима Как-то, блин Фиг его знает Мне кажется, это не самый такой прям Креативщик этот Не тот человек Кто может продвинуть Я могу понять Ты бы там заручился поддержкой Миши Кокляева И вы бы решили там реально Переворотку это сделать И там замутили бы Ну и спихнули бы Как нефиг делать Другой вопрос Для чего это в общем все Но вот С подачи девочки Которая просто на кого-то обиделась И вот это вот Такую бучу поднять Я понимаю, что и Миша Палер И Миша Шевляков там ржут Ну, посмеялись Да, классно, здорово Погладили по головке девочку Молодец Подняла шум Обосрала конкурентов Ну, блядь Это же не прибавит никому заслу И спорт это никак не продвинет Особенно под лозунгами Повторюсь Нам надоел срач Блядь Если он вам надоел Так вы перестаньте его устраивать Или хотя бы там Как-то между собой Там в личках Ну, видите Вы даже в личках Не можете эти срачи устраивать Потом все это вываливаете На всеобщее обозрение Как будто, блин Я не знаю Девочки из благородных Этих семей Обижаетесь Вот Можно ли так оскорблять Там Ну, блядь Да вы мужики, сука Ну, вы мужики здоровые Вы таскаете огромные вон кучи Вы же бруталы А у вас вот скрины Записи Аудиозаписи Вот Вот это ты это сказал Это и это сказал Как-то, блядь Не очень Даже для трэш-токинга Не очень Но это лично Мое мнение со стороны Федерации лоэкстрима нет Минспорта Аккредитации нет Да нет Там все есть Просто как-то там Не до конца Все это оформлено Но я считаю До конца это и не нужно Совершенно И вам в том числе Потому что Если до конца Вы оформите Вам придет жопа Вам придется Отчитываться Вам придется Допинг-контроль Проходить Кто, блядь Из вас пройдет Допинг-контроль Ну кто Формально, да Привет Пермскому краю Березникам Все хочу К вам попасть У меня там Сослуживцы были У вас еще Сергей Максимов Тренируется Просто это Мой бывший тренер Слушай У нас Сергей Максимов Ученик у меня В экипировочном Жиме Ну я не знаю Когда он успел Тренером побывать Я фиг его знает Может где-то В каком-то зале Он вроде вот Недавно к бодибилдингу Там готовился Выступил Потом разочаровался Ушел Может тогда он Не знаю Не могу сказать Ну Сергей у нас есть Максимов Дмитрий Карелин Добрый вечер Визит Зеленского в США Это триумф Овации не прекращаются В Конгрессе США Слушай Ну это Триумф Каждый Кто Кто В чем видит Триумф Свой Для украинцев Наверное Это триумф То что вообще Их президент Он молодец Он не сбежал Он Лидер нации Сейчас настоящий Прям Страна Сплотилась Вокруг него В отличии От нашего Карлика Но То что там Триумф Допустим В Америке Я не уверен Что все знают Где находится Украина Другой вопрос Что они знают Что Украина Воюет с Россией При этом Вполне возможно Что они даже не знают Что это практически Совсем недавно Была одна страна И это один народ Ну это реально Один народ И ну Черт Я Как-то Знаете Это Американцы И Когда Наши Вторились В Грузию Сказали Что там В Джорджию Вошли русские танки Так Там В штате Джорджия Кипиш был Это реально Это не шутка Поэтому Они думали Что вот Джорджия Это и есть Джорджия Их Джорджия Поэтому я думаю С Украиной То же самое Примерно Это периферийные Страны Периферийные Войны И им Насрать Они Они Только Свои Интересы Проводят Свою Линию Вот Все остальное Ну Понятно Что это Красивые Оберточки Что там Демократия Там И все Прочее Под красивыми Лозунгами Красивые Слова Только Свои Интересы Вот сейчас Как раз К Байдену Там вопросы Есть Почему Его сын Там В огромном Количестве Бизнесов Участвовал Еще До того Помойка Конкретная Помойка Это политика Приветствую Андрей Эдуардович Какие Предпочтения Музыке Хотелось бы узнать Абсолютно Прям Всеяден Очень мало Групп Которые Я слушал Б полностью Океан Эльзи Кстати А вот я Про украинцев Просто Разговор зашел Про то что Я думаю Какую-то мысль Потерял Вот сейчас У нас Вот Они не в курсе Что Мы воюем С украинцами Они считают Что это там Ну это совершенно Другая нация Ну наверное Это другая нация Ну вот сейчас У нас Вот Кто тут Основные националисты В стране Которые топят За эту А не войну Эмильяненко Например Украинец Да Или Шлеменко Тот 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 вообще Националист Русский Русский Националист Шлеменко Поэтому Где тут Кто Где тут Хохлы Где тут Русские Все давно Перееблись Все Поперемешались Но украинцы Сейчас борются С русскими Не с русскими Борются С борются А с пидорасами Которые у нас Во власти сидят А в музыке Би-2 Очень люблю Машину времени Обожаю А так Скорпов баллады Прям Очень любил Я когда-то попал В начале 90-х На концерт Я так любил Их баллады Я никогда не знал Что Скорпы Это была Группа Хови-метал Просто Такой забой Три часа И охренелся В шипах Всего этих В заклепках Твою мать На стадионе Еще я был На Балканах Я проклял все В году Наверное Каком-нибудь там 91-92 А потом В конце Только там Семь баллад Прокрутили Из-за которых Я и пришел А так все подряд Pink Floyd Deep Purple Юра Хип Ну все По одной-две Ганс Население Есть спрос Личку что Жить больше Привлечения Внимания Что Личку что Больше Привлечения Внимания Да не получится Хоть запривлекайся Максим Я вот начал Уже эту мысль Прервал Пока вы не найдете Спонсора Это все Бессмысленно Это деление Нефтеналивного Танкера Который Пустой Ничего не Получится у вас Ну не получится Почему получилось У Турчинского Потому что Он нашел Щепановского Все Вот нашел Почему получилось У Сарычева Потому что Он нашел Точно такого же Спонсора Который не считал Свои миллионы Просто выделил ему Там за два года 22 миллиона Валил Все Раскрутил Оборудование Купил Офисы Эти представительства По всему миру Там в огромном Количестве стран Сделал Потому что бабло Русские там Бабло раздают Давайте все И у него все получилось По другому Никак Ну можно Можно по другому Получить Допустим У Репницына Тоже как-то получается У Сергея Дложнявского Тоже получалось До того Как он объединился С Сергеем Саровичем Ну он Он во-первых Бизнесмен Сергей Дложнявский Во-вторых Он вваливал деньги В развитие Постоянно Вот Андрей у нас Репнис этим грешил Он больше там Тратил на другие Какие-то вещи А этот прямо В оборудование Конкретно Вваливал И в организацию Соревнований И у него все получалось Ну для этого надо Много-много-много лет У вас этого не получится Почему? Потому что вас мало Ради кого? Ради этих 10, 15, 20 Ну пускай 100 Ну пускай 200 Человек Пускай 300 Человек Ну просто Сам силовой экстрим Сам по себе Он немноголюден Люди приходят На силовой экстрим И мне интересно Вот ты говоришь На вашем последнем турнире Было 40 человек Неинтересно смотреть Будьте спонсора Ну или хотя бы На худой конец Просто канал Пробьете Но это одно и то же Канал просто так Никак Пробовали же сколько раз И Миша Кокляева У него даже связи есть Там на РЕН-ТВ Предлагали же Там такие суммы Какие-то нереальные 12 миллионов Там за прямую трансляцию Там двухдневную По-моему Запросили Запрашиваю Пожалуйста Платите И завтра Вас все будут знать Вы проснетесь Точно так же Как при Турчинском Вы все проснетесь Знаменитыми Сидорычевыми Кокляевыми Там Пиданами Веростюками Ну где вы найдете Эти деньги Вот 12 лямов За трансляцию Одного турнира Двухдневного Поэтому Хоть как Ребята Хоть как Я вас понимаю У вас Энергия У вас желание Но нет возможности У нас есть Два чистых студента Пройдут ДК Вот Этих двух чистых студентов Ты будешь показывать По РЕН-ТВ Заплатив 12 миллионов Привет Ты же Морскому району Андрей В чем дело Ты где был Почему тебя Так давно не было Максим Так я и написал В личке Что это Для привлечения Если ты это Транслируешь Сразу с работу Если бы Это транслировал Ну Если бы Мияги и Панда Часто Слышно С тренировок Это Это просто Наша карма Мияги Это наша карма У нас есть Богатырь Женя Никандров Он Он с утра До вечера Их ставит Сколько он Находится Часов в зале Столько играет Мияги Причем Даже и на первом И на втором этаже И в баню Мы приходим Он сразу Включает Мияги И я уже Потихонечку Его стал Ненавидеть Ладно Пока Вопросов Нет Сейчас я Гляну Что-то Я же хотел Объявлен дата Российской премьеры Аватар Путь воды Новый блокбастер Джеймса Камерона Аватар Путь воды Уже стартовал В мировой практике Однако российская премьера Находится в подвешенном состоянии Киносети договорились Когда продолжение Аватара Доберется до кинотеатра С 22 декабря Об этом сообщает газета Блокбастер Покажут лишь В четырех В формате 2D Зато в полноценном Дубляже Вероятно сделано Казахской студией Мови Даллан Показы стартуют В Владивостоке Доберутся Москвы А Москвы Санкт-Петербурги Не будет Чтобы увидеть фильмы На большом экране Зрителям придется искать Киносеансы В Московской Ленинградской областях Блокбастер точно покажут Не только В Владивостоке Екатеринбурге Казани Предложение до остальных пунктов Фильм доберется Лишь 12 января Мне вот так умилительно Вот это вот все читать Все Я уже не говорю о том Что все просто Забили На Юридическое право Просто Ну просто забили Огромный болт На всех уровнях Взяли отжали Все американские бизнесы Мы же воюем с Америкой Мы же с Америкой воюем Мы не с какими-то там хохлами Которые являются марионетками Мы бьемся с Америкой И с НАТО Но при этом Блядь Почему-то все пьют Эту колу Колу Которая теперь называется Добрый кола Вы видели Да Добрый кола Я даже объяснить Сука Нему Это армяне что ли Переводили Или армянам продали Франшизу Добрый кола У них же женского рода Нет в армянском языке Поэтому это логично Макдональдс Все позакрывали Ну сука Аватар мы хотим смотреть Да нахера он вам Вам же сука Америка не нужна Какой аватар вообще Какие вообще Айфоны Какие компьютеры Нахер В лапте Блять И в бане По черному Удивительно Просто Настолько Беспринципные Настолько Мы же Гордая нация У нас свой путь И мы там Бла-бла-бла Какая вы сука Гордая нация Блять Где Где ваша гордость Вся Когда касается Фильма Аватар Почему тираны Притягательны Для толпы Ну потому что Толпе Постоянно Нужен Кнут Потому что Мозгов Как я уже Часто говорю Ее нет Поэтому Им нужны Тираны Они будут Их превозносить Рабы Понимаете Это рабы Это рабская Психология Я же вам Неоднократно Уже говорил Что Чтобы Раба Из себя Выдавить Ну никак У нас не получится Вот Моисей Повел Евреев Из Египта По пустыне 40 лет Водил Для чего Чтобы передохли Все Кто помнил Что это Нация рабов Она считалась Нация рабов Вот он 40 лет Их водил Чтобы они Забыли Что они Рабы У нас Кто пойдет 40 лет Куда Бродить Нация Рабов И рабская Психология Поэтому Мы опять Хотим В тот Концлагерь Мы уже В нем Но раньше Мы постоянно Вспоминали Мы хотим С СССР Мы ненавидим Сука Всех Мы разосрались Блять Со всеми Мы предали Армян На Азербайджан С танками Ходили На Грузию Ходили Приднестровье Кусок Оторвали Грузии Оторвали Сейчас Украину Долбим Прибалтов Мы всех Ненавидим Кто там Еще у нас Был Ну Азия Просто Пренебрежительно Азия Вся Это Таджикистан Туркменистан Киргизстан Узбекистан Казахстан Вот мы ходили Порядок Наводили Буквально Год назад Помогали Ну правда Нас выкинули Нахер Отбуды А сейчас И киргизы Нахер Сейчас Все У нас Никого Друзья Нет Но мы Хотим Обратно СССР Мы хотим Братскую Семью Которую Вы Сука Ненавидите Удивительный Народ Просто Удивительный В преддверии Нового года Администрация Города Ливны Ливинский Краеведческий Краеведческий Музей Объявили Конкурс На самый Оригинальный Новогодний Арт Объект Символ 23 Года Его Но больше Столб У фигуры Голова Зайца Так вот Кто нас Защитит Так вот Кто нас Защитит И является Автор статьи Мне вот Интересно А карта России Там нарисована Она какая Вы в курсе Что сейчас Принят уже Закон По моему Не знаю Во втором Третьем чтении Приняли Нет Там уголовная Ответственность Если Карта России Будет Не соответствовать Это будет Как подрыв Как экстремизм Считаться В этой карте Ну я так понимаю Что Крым То уже Конечно Прилеплен А вот эти Четыре Области Которые В непонятном Подвешенном Состоянии Они там Пририсованы Уже На этой карте Вот С этим Сука С зайцем С автоматом И в камуфляже Какая страна Чудес Какие чудесные Времена Какая безмозглость Привет Красноярску Скоро Мы к вам Приедем На Сибириан Мы не воюем Ядом Мы оберегаем Границы с НАТО Фашистом Из Украины Сатанистом Скоро Пикачу Тоже против Курил Мясо Намного Мясо Гири Популярность Берет Не знаю Но Вот я сейчас Денисом Кьюцином Говорил Вроде Гири Собирается Вводить В женский По крайней мере Силовый экстрим Так что Придется Наркать Она очень Не любит Гири Придется Наверное Готовиться К тому Что есть Ну вот Ребята Вопросов нет И ваше Благородие Ваше Высокородие Андрей Ну все Ребят Что-то у меня тут Полувопросы Полубред Полу Таким Таким Телеграфом Не надо Мне вопросы Задавать Все Ребят Давайте Всем спасибо За потраченное Время Мы посидели Поговорили Следующий Следующий Но Я думаю Что мы Переживем Самое главное Знаете Что Я вам Посоветую Не забывайте Жить Пошли Они Все Нахер Пусть Они Что хотят То и Делайте Я вам Говорил Постоянно Смотрите Это Со стороны Как на матч Двух Неинтересных Вам Абсолютно Команд Футбольных И По херу Кто кому Что забьет Не Не живите Этим Не отравляйте Себе Жизнь Потому что К сожалению Мерзкое Время Практика Показывает Что он вообще Хер Когда закончится А жизнь У нас Одна Она такая Очень-очень Короткая И вообще Она оборваться Может в любой момент Поэтому Всем здоровья Всех Всем с Новым годом Всем легкой штанги Кто поднимает Кто не поднимает И не надо Может быть И не стоит Всем пока